Харута обновляется. Здесь построили новое здание для дома культуры. Тёплый гаражный бокс для новой пожарной машины. Начали капитально ремонтировать школу. На всех этих объектах в минувшее выходное побывал глава региона Юрий Бездудный. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Дуркина. В первую очередь губернатор округа Юрий Бездудный проверил работу поселкового поста пожарной охраны. Он был открыт в Харуте в 2008 году. Сейчас там работают три человека. Все сотрудники поста прошли первоначальное обучение с последующим повышением квалификации в специализированном учреждении Архангельской области. В этом году на баланс поста была передана новая пожарная машина. Она приобретена за счёт средств окружного бюджета и в рамках исполнения поручения губернатора. Спецтехника прибыла в Харуту в начале марта. Модель автомобиля была выбрана исключительно для северного региона. Он был изготовлен на заводе в Челябинской области. Новая спецтехника ни в какое сравнение не идёт с тем, на чём приходилось работать. Насосы замерзали, невозможно было производить локализацию, тушение пожаров. Сейчас эта машина, это как золото для нас. Палочка выручала. Тем более у нас лесная зона. Лесная зона, машина в арктическом исполнении, 6 кубов, насос специально расположен в кабине, он не замерзает и неважно какая температура. Минус 40, минус 50 или минус 60. Если будут и такие морозы. Минус 58 было. Минус 58 было. Так что будет показывать, будем говорить слова благодарности. Старая пожарная машина базировалась в гаражном боксе СПК «Рассветсевера». Теперь у поста пожарной охраны появился свой новый и тёплый гараж. Ранее глава региона дал поручение разработать программу по обновлению пожарной техники в селах и провести дистанционное обучение сельских пожарных. Администрация Заполярного района и глава муниципалитетов поручена за несколько лет обустроить в населённых пунктах тёплые боксы для пожарной техники. В Харуте также построено новое здание для дома культуры площадью более 430 квадратных метров. В новом здании разместились танцевальные и зрительные залы. Фойе, тамбуры, гримерная, кладовая, звукооператорская. Также в здании есть читальный зал с книгохранилищем. Здание построено согласно проекту, укомплектовано оборудованием и одежде сцены приточной и вытяжной вентиляцией. «Здание построено из сэндвич-панелей, специально адаптированных под местные 50-градусные морозы, подключено к местной центральной котельной. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы и готовится объект к передаче». На данный момент здание поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано в собственность. Стоимость здания под ключ оставляет, согласно оценке рыночной стоимости, 110 миллионов рублей. Следующим социальным объектом, который посетил Юрий Бездудный, стала Харутинская школа. Здесь как раз начался капитальный ремонт здания. На время проведения работ ученики переехали в здание школьных мастерских. С 1 января 2022 года началась реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, в которую вошла школа поселка Харута. В рамках программы предусматривается комплексный капитальный ремонт зданий школы и спортивного зала, а также оснащение современным оборудованием, мебелью и средствами обучения. На данный момент в школе разбирают фасад здания и полы. «Правильно сказал Андрей Николаевич, что полы были теплые, и они должны быть теплые. А для нас на севере это очень важно, чтобы мы потом не тратили лишние деньги на отопление, здоровье детей». Мероприятие реализуется с участием федерального софинансирования. Так, 67% от стоимости ремонта компенсируется федеральным бюджетом, 33% – из окружного бюджета. Срок окончания работ – 1 декабря 2022 года. «Побывали в школе. Сейчас осуществляется капитальный ремонт школы. Посмотрели, что работы уже начались. И в этом году мы полностью откапиталим школу. Будет как новенькая, оборудованная современными средствами обучения. Посмотрели новый дом культуры. Строители заканчивают его. Действительно, современное здание, хороший зрительный зал. Ну и помимо этого, мы в целом проехали по посёлку». На этом обновление в посёлке Харута не заканчивается. Также в планах на ближайшее будущее – капитальный ремонт местной амбулатории. Наталья Дуркина, Людмила Сидийская, Игорь Тарасевич, посёлок Харута, Ненинский автономный округ.